И так, необходимость христианской апологетики. Ну, знаете, есть такая история, что когда приехал епископ в один монастырь, после чего он вызывает настоятеля монастыря и говорит, почему при въезде епископа в монастырь не звонили колокола. Он говорит, на это есть 386 объективных причин. Причина первая, нет колоколов. Если мы будем говорить о необходимости христианской апологетики, то тут есть причина первая, которая вполне достаточна для всего остального, это то, что она заповедана Богом. Уже этого, казалось бы, должно быть вполне достаточно, чтобы других причин не было. Первое, послание Петра 3.15, мы уже цитировали неонократно. Будьте всегда готовы дать ответ. Слово «апология». Каждому, кто требует... Я говорю, это в переводе Кузнецовой «Радостная весть». Любому, кто спросит вас, на чем основана надежда, что живет вас. Дать отчет каждому, кто спросит у вас ответ в вашем бывании. Второе, Коринфян 10.15. Мы сокрушаем хитросплетение ума, высокомерие, восстающие против познания Бога и берем в плен всякие помышления, покоряя их Христу. А филиппийцам 1.7. Вы всегда, и теперь, когда я в тюрьме, и тогда, когда я выступал в защиту вести, и когда утверждал ее, участвовали в том благодатном служении. Опять же, перевод «защита» не совсем правильный, потому что в греческом тексте есть все то же самое слово «апология». То есть, и когда обосновывал благую весть, и когда утверждал ее. Филиппийцам «я поставим Богом», опять же, переведено «защищать» в синдарном переводе «божья весть», все то же самое слово «апология». Послание Иуды нам говорит, что необходимо сражаться за веру, чтобы она раз и навсегда передана святому народу Божьему. В 22 стихе Иуда говорит «будьте милостивы к тем, кто колеблется». И колеблется, имеется в виду не страхи колеблется, а диокринома, и то есть те, кто рассуждают, размышляют, пытаются разобраться. Не поторапливать, дайте им разобраться. Вот «крино» слово «судить», «рассуждать». Титул 1.9 говорит о том, что руководитель на службе у Бога должен уметь одних поддерживать здравым наставлением, других, кто ему противится обличать. То есть это не просто наставление, а здравое наставление, наставление, которое будет обоснованным. Ну вот, таким образом мы видим, что Библия совершенно назначена, что от каждого верующего это требуется, от служителей тем более. Уметь обосновывать ту вещь, которую мы провозглашаем. Второе. Ее требует здравый смысл. Разум – это элемент образа Божьего в человеке. Именно наличие разума, наличие воли, наличие совести. То, что отличает нас от животных. В Колосином 3.10 говорится, что вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию его. Мы познаем его. С другой стороны, Иуда говорит о тех, кто этого не делает, что эти же люди бронят то, чего не понимают. О том, что они понимают, как неразумные животные, благодаря инстинкту, их губят. Животные живут инстинктом и не понимают здравого учения. Если человек не познает Бога и уподобляет своего образа через это, то он таким образом уподобляется животному, неразумному животному. Бог призывает нас рассуждать. Исайя 1.18. Придите и рассудим, говорит Бог. Отличать истину от лжи. Кто, кто знает Бога, нас слушает, говорит Иоанн 1, Иоанна 4.6. Кто не от Бога, нас не слушает. Вот так мы можем узнать дух истины и дух лжи. Различать добро и зло. Твердая пища для зрелых людей и их ум благодаря опыту, упражнению буквально. Вот, английское слово exercise, упражняться, от этого греческого слова exercise, которое здесь употреблено. То есть, благодаря упражнениям, навыкам способен различать добро и зло. Евреям 5.14. В конце концов, когда Иисуса спросили, какая наивысшая заповедь, Он сказал, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем помыслами своими. И помыслами имеется в виду не просто мысли, некие случайные, а дианойя. То есть, ваша способность к мышлению, размышлению. Вот первая и величайшая заповедь. Третья. Апологетика нужна миру. В ней нуждаются люди. Вот еще одно место из описания. Помните, мы только что говорили про Фессалонику, где люди, куда Павел пришел по своему обыкновению, и три недели с ними рассуждал, и с писанием разбирал с ними, многие там уверовали. А после этого, считается, как только наступила ночь, братья пересправили Павла и Силу в Берию. Там они пришли в еврейскую синагогию, здесь люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалонике. Они с полной готовностью приняли весть и целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли говорит Павел. Это самое, Деяние 17, 10, 12, перевод «Радостная весть». Да. То есть, что значит, как, что если казалось, они благомысленные? Что казалось, что они более открыты? И в чем проявилось, что они с радостью поверили? Что они тоже, о, классно, вот так это, вот то, что ты говоришь, вот так и будем считать. Нет, их вера проявилась в том, что они стали не лениться сами сидеть, исследовать Писание и убеждаться, правильно это или неправильно. Целыми днями, говорит, целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли говорит Павел. Вот что Библия говорит, вот что Библия называет словом «поверить». То есть, нас не призывает Писание к легковерию, к су-неверию, к вере, не имеющее основания. Он нас призывает убеждаться, укореняться, исследовать, проверять, истинно ли это. Все исследуйте, все испытывайте, Писание говорит. И многие из них поверили, поверило также много знатных греческих женщин и мужчин. Есть такая китайская поговорка, которая говорит, дай человеку рыбу, и он не будет голодным целый день. Научи его рыбачить, и он не будет голодным целую жизнь. Вот если мы вот эту вот китайскую поговорку переведем на язык апологитики, на язык Писания, то она будет звучать примерно так. Поделись своими убеждениями, и на одного спасенного станет больше. Научи его отстаивать свои убеждения, и он будет рыбачить всю жизнь. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok